всем привет продолжаем изучать spring предлагают влечься немного от тестирования и вернуться к нашему сервер стеку и поговорим мы сегодня о таких вещах таких вещах как инфинити скролл и погинации и погинации в этом этом ролике я разберу инфинити скролл а в следующем разберу погинацию окей поехали что такое погинация погинация это не вот 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 это вот то есть некий 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 страничный вариант то есть у вас есть какой-то поиск забили и по страничке вы передвигаетесь по страничкам то есть вы выдаете свои данные постранично какими-то порциями конкретными жесткими там например по 10 единиц по 20 единиц то есть количество может изменяться в принципе но общая идея что вы отдаете кусками и у вас есть какой-то вот не знаю как это называется правильно у вас есть короче вот эта строчка вот эта строчка где вы можете переключаться с одной странички на другую страничку то есть погинация нам нужна главным образом когда нам нужно или как вы искать каждый каждый данные нам важны или я не знаю как здесь сказать так но погинация это значит интерфейс который хорош для поиска результата и люди ищут специфичные и айтем специфичные айтем и где 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 все количество все количество айтем важно общая такая примерно то есть вы хотите видеть возможность переключаться свободно и хотите знать сколько конкретно у вас есть альтернатива или не альтернатива другой подход к работе с большим количеством данных базе данных это у нас является инфинтискроу но это вообще классический прием это какой-нибудь twitter или ну или вконтакте твиттер ланг твиттер ланг то есть что то есть вот это вот эта штука у нас и не что иное есть как инфинтискроу то есть к нам подгружаются какие-то данные какие-то данные из это из базы данных окей ладно кому вот еще все это очень интересный кто хочет более четко разобраться просто поищите инфинтискроу против версус погенейшн общая идея то есть инфинтиск когда у вас большие данные и юзеру на самом деле неважно он ничего конкретного не ищет а погенация это то есть когда идет какой-то конкретный поиск и лучше использовать погенацию окей поехали я уже создал предварительно проект с помощью которого мы будем все это дело исследовать так джипа таймлив веб на сервлета база h2 ламбук я тут еще поменял эту как называется обновил себе идею и у меня ламбук ламбук не работал так что ну может кто не знает нужно нужно подключить плагин нужно подключить плагин то есть идем сюда и в сеттинг и подключаем плагин ламбука и все у вас заработает окей так что нам здесь нужно нам нужно во первых модель да очень простая модель то есть персон айди нейм и токен окей репозиторий почему джипа потому что я буду пользоваться погенацией и и и и вот здесь вот есть у нас сразу вещи для погенации но мы сегодня этим заниматься пока не будем так сделал сделал я при загрузку при загрузку на 200 единиц то есть рандомно и и имя будет одно и то же все время персон а количество токенов я буду рандомно рандомно из тысячи окей контроллер контроллер пока очень и очень простой контроллер пока очень и очень простой и и и и и и подготовил уже сразу предварительный я шаблон который я буду использовать для вывода для вывода информации то есть здесь обычная табличка контент бокс контент бокс не знаю зачем мне нужен но ладно выявил отдельно эту эту таблицу и и так и так и так и так ну здесь я пока заинжектил заинжектил и подготовил шаблон начать поехали мне нужно сюда заинжектить персона персона но мы я это хочу сделать инфинити лупом соответственно мне нужно загрузить загрузить первоначальные какие то данные так так поэтому идем в наш репозиторий и создаем создаем значит так как это называется метод с помощью которого мы выясним find 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 last 10 назову find last 10 я здесь воспользуюсь query я здесь воспользуюсь query причем не простым а даже нативным 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 варианте то есть я хочу вытянуть сейчас 10 последних элементов по идее то есть select from person select from person так дальше мне нужно order order пай айди в обратную и я возьму 10 единиц как ни странно но иногда писать вот чистый нативный такой вариант гораздо проще чем использовать всякие вот эти вот вещи хоть и удобные но не совсем понятно иногда проще написать вот такой вот нативно окей это это наша первая вторая вторая мне нужен еще специальный метод который я буду и вот вот этот метод у меня первоначальную загрузку сделать до выберет какие-то 10 элементов последний а вот этот метод я буду использовать для того чтобы вытягивать последующие 10 так спешим начать так спешим начать так спешим начать а 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 то есть это первоначальная загрузка 10 а это будет последующая загрузка 10 ммм поехали так что и и а а и в и и и и И здесь пользуемся нашим репозиторием. И findLastTen. И возвращаем мы индекс. Окей. Сделали? Сделали. В принципе, можно запустить, но не будем. Давайте напишем сразу в следующем GapMapping. GapMapping ID. Вот этот ID, вот этот ID, да? Надо, кстати, здесь заключить в это. Это будет некий-некий последний ID, с которого нужно начинать мне рыться по базе данных. Так, это здесь я буду... Поскольку я буду делать Infinity Scroll, то я здесь вот... То есть я чем буду заниматься, по сути? Я буду заниматься под загрузкой. То есть я буду опять использовать JavaScript. А JavaScript у нас чем работает? Джейсон-объектами. Да, мы будем отдавать Джейсон-объектами, поэтому я пишу response-body. Окей. Теперь снова. паблик, iterable, person, так, load, здесь, passVariable, id, longid. Так, теперь мне нужно return, пользуемся нашим репозиторием. FindAll. Так, ID минус 10, L и ID. Окей. Всё, готово. В принципе, можно даже запустить... Давайте запустим. Давайте запустим. Вот наши, наши... То есть последние. Так. Наш список персон, это токены, а это ID. То есть я буду с последнего и подгружать буду по 10 единиц. Окей. Поехали. То есть сейчас мы идем в наш... В наш, в наш, в наш... Темплейт, и нам нужно будет сейчас очень-очень много писать. То есть сейчас будет javascript код, javascript код, javascript код. И поехали. Так, во-первых, прошу обратить внимание, я вот здесь пометил поле класс, класс, класс ID. То есть у меня будет... То есть у меня будет... То есть если я вот сейчас загляну в эту табличку, да, то у каждой записи, вот по сути дела, вот у каждой записи есть ID. И я его буду использовать, чтобы вытягивать, то есть я буду вот к этому полю обращаться каждый раз и буду вытягивать следующие 10 и так далее. Поэтому я заведу одну, одну глобальную переменную, одну глобальную переменную. Назову ее Array, значит, document getElementByClassNameId. Взяли, да? И я заведу еще одну переменную, которая у меня LastId. То есть это будет конкретное значение, которое... То есть вот конкретное значение, например, 191 или что-то в этом роде. Так, пишу Array. ArrayLength-1, поскольку у нас же длина... Все массивы начинаются с нуля, индексация. Теперь innerHTML беру, то есть внутреннее значение, и вычитаю единицу. То есть вот этот LastId это то... Это то... То есть вот это вот значение будет, по сути дела. То есть финиш. Окей. Теперь... Теперь... Теперь что я хочу сделать? Я сделаю немного необычно и немного неоффективно. То есть когда, скажем так, вот... Вот сюда вот наводится мышка, вот сюда вот наводится мышка, да? То я буду выводить. То есть... А как мне это сделать? Мне нужно, соответственно, повесить какое-то событие. Повесить какой-то ивент. Поэтому я заведу функцию, с помощью которой я буду весить ивент на последний элемент. Так, здесь принимаем арк-арей какой-то. Аррей... Аррей... Флэнк... Тайм минус ван. И... Мы повесим... Лисенер... Эвент, да? Когда у нас... Маус овер. То есть когда подмышкой, да? Мы про... Ага, ага... Здесь нужно какую-то функцию передать. И давайте... Ой, не про, а... Лот. Назову лот. Окей. Теперь я... Вот этот... Ат-эвент... Лисенер... Запущу. Запущу на... На массиве. То есть что сейчас произошло? Фактически я вот на этот элемент... Вот на этот элемент повесил событие. Событие, событие. То есть когда у меня будет мышка на... Ммм... Поверх него... То будет срабатывать какая-то функция лот. Окей. Поехали. Давайте теперь напишу функцию. Лот. Функция лот. В принципе она принимает какой-то ивент. Но я этим ивентом особо пользоваться не буду. Теперь мне нужно... Ммм... Опять воспользоваться... XML... Реквестом... Чтобы делать... То есть я здесь не буду подключать... Никакие... В сторонней библиотеке... Будет один нативный JavaScript код. Один нативный JavaScript код. Теперь мне нужно что делать? Мне нужно... Ммм... Пост... 8.8. И... Добавлю я... LastId. То есть я вот напоминаю... Вот сюда мы будем обращаться. Вот этот id я вот поэтому здесь и взял. Так... 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 Потерялся. Окей... Сделали, да? Теперь я беру... Наш... HTTP request... Open... Метод... Get... И... URL... Окей... Можно еще в принципе... Set... Request... Header... Да? Добавить... И здесь пометить, что... Content... Type... И мы ждем... Application... JSON... Так... Теперь... Ммм... Поговорим о том, что произойдет при загрузке... При загрузке... H... Так... On... On... Load... On... Load... Здесь мы... Возьмем функцию... Funцию... Так... Значит... Здесь же придет у нас JSON... Response... JSON... Parse... И... Response... Text... То есть... Вот я распарсил ответ... С помощью... Вот этого объекта JSON... То есть... Парс... Это распарсия... Ммм... То есть... Преврати в JSON... Преврати в JSON... Теперь дальше поехали... Принципе... Угу... 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 В принципе... В принципе... В принципе... Хотя ладно... Давайте... Не буду я особо ничем заниматься... For... I... Равно... 0... I... Меньше... JSON... Распоун... Length... Так... Длина... Длина... I... То есть... Сейчас я что хочу... Я хочу сформировать некий... Ммм... Некий элемент... Который я буду добавлять... То есть... Вот в JSON-е то что у меня придут? Фактически у меня в JSON-е придут... Вот эти вот элементы... Вот эти элементы... И мне нужно просто будет добавлять... Складировать вот эту таблицу дальше... Окей... Для этого я создам... Новый... Новый элемент... TR... То есть... Вот этот вот TR... И потом я его заполню TD-шками... Которые... Ммм... Соответствуют... Эмм... Элементу... Элементу массива... Ладно... Чуть позже увидим... Давайте создадим сперва... Т... 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 Документ... CreateElement... Т... Окей... Сделали... Теперь... Ммм... New... TR... Я заполню... То есть... Inner... Только не inner... А innerHtml... Так... И поехали... Так... TD... Здесь я снова добавлю класс... ID... ID... То есть... Как вот здесь вот... Как вот здесь вот... Как вот здесь вот... То есть... Я вот эту вот строчку... По сути дела... Сейчас описал... Так... Теперь... Мне нужно... Мне нужно... Вот... Так... Опять потерялся... Ой... Дальше... Дальше... Что мне нужно? Мне нужно... Мне нужно... Мне нужно... Закрыть... Так... ТДшку... Мне нужно... Закрыть... ТДшку... И... Продолжить... Так... Здесь вот эти классы мне не нужны... Они даже... Вредны... Так... Здесь будет name... Здесь будет... Token... Так... Так... Вроде как... Все... Сделал... Мм... То есть... Создал... Создал элемент... Наполнил его... То есть... Создал элемент... Наполнил его данными... То есть... По сути дела... Я вот создал сейчас... Вот эту R-ку... И... Наполнил ее данными... Окей... Теперь мне нужно... Добавить это в документ... Get... Ой... Так... Ладно, сделаю по-плохому... Сделаю по-плохому... Так делать нельзя... Но сделаю по-плохому... То есть... Каждый раз... Вот когда мы будем добавлять на страницу... То есть... Вот этот элемент... Да... Я хочу сейчас... GetElementById... Я хочу просто... То есть... Я хочу... Вот в tbody... В tbody, да... Добавить еще один элемент... То есть... OpenChild... OpenChild... И просто... NewTr... Хочу... Вот что я хочу сделать... Но... Каждый раз... Когда я буду... Добавлять этот элемент... У меня будет страничка вся перерисовываться... Что плохо... То есть... По-хорошему я должен завести отдельную переменную... И... И... И туда это дело все заскладировать... А потом один раз добавить... Не десять раз... А один раз добавить... Ладно... Не буду сейчас этим заниматься... Но просто имейте в виду... Так... Теперь... Что мне дальше делать... Мне нужно теперь... То есть... Смотрите... Я добавил элемент, да... Добавил элемент... То есть... У меня вот этот массив... По сути дела... Изменился... И... Соответственно... Мне нужно отреагировать на это... Документ... Get... Элемент... Класс... Нейм... То есть... Я должен присвоить... Новые... Новые значения... Я должен присвоить... Новые значения... И еще... Так... И еще... Я должен... Так... Повесить... Повесить... На последний элемент... Вот как я вот здесь вот сделал... Ммм... На последний элемент я снова должен повесить... Listener... Такс... Это мы описали, что произойдет при загрузке... Но нам нужно еще сперва отправить запрос... Send... И... После того, как я отправлю запрос... Я... Я... Вот с этого... Последнего элемента... Вот с этого последнего элемента, да... На который я повесил Listener... Я его сейчас удалю... Удалю... Ма... 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 Маус... Маус... Овер... То есть... Какой event и какую... Какую функцию... Функция у нас... И вроде как даже всё. И вроде как даже всё. В принципе, можно ещё, кстати, добавить, то есть, чтобы запросы лишние не делались, чтобы запросы лишние не делались. Ладно, давайте протестируем для начала вот это. Для начала это. Так, перезагрузил. Давайте ещё раз перезагрузил. Теперь смотрите. Вау и плюс 10. Вау и плюс 10. Ну и теперь просто идём до конца, идём до конца. То есть, подгружаем все 10, ой, все 200, все 200. И в принципе, здесь всё равно срабатывает ТВН. То есть, функций нет никаких. А здесь и отдачи нет никакой. то есть, то есть, то есть, нужно вот тут вот как-то пометить, как-то пометить, что если ответ пришёл пустой, например, что-то, что-то типа вот такого нужно написать. так, если джейсон респонс у нас не равен нулу и джейсон респонс длина больше нуля, то делай вот это вот всё. Делай вот это вот всё. Делай вот это вот всё. О-о-о. Вот всё. Давайте ещё выведем. Давайте какую-нибудь консоль выведем. Выведим консоль, консоль что-нибудь. и перезапущу. Так. Идём до конца, идём до конца, идём до конца. И всё. Больше не выводится. Больше не выводится и больше запросы не делаются. Вот сделал ещё, добавил, добавил, добавил ещё одну. Один вывод в консоль, чтобы было совсем всё очевидно. То есть вывел и больше никаких запросов не делается. То есть вот такой вот есть простой вариант, простой вариант, как можно сделать, как можно сделать Infinity Scroll. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о так 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 думаю думаю я ладно давайте общую идею повторим то есть у нас есть значит какое-то большое количество данных и мы хотим каким-то образом это произвести у нас есть погенация у нас есть infinity scroll сейчас мы разбираем infinity scroll то есть у нас для этого мы используем наши репозитории сперва мы выгружаем последний 10 а потом выгружаем в зависимости от того что выгрузилось первый раз то есть вот они одели один мы запоминаем ok поехали принципе там можно было бы подойти например или как-то так вот здесь ничего особенного один у нас json возвращают другой возвращает обычный обычный индекс обычный тп наполнены данными так здесь у нас принципе вот это мне даже не нужно было зачем-то я выделил зачем-то выделил то есть у нас есть табличка пометил я вот здесь вот а ты был табли они присвоил который я буду собственно и наполнять ну и здесь просто вывод мы вот данных и затем мы используем нативный javascript чтобы все это дело вывести этого мы заводим две переменные 1 содержит массив 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 вот этих вот айдишек чтобы вычислить последние последние одни и затем 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 так вот этому мы вычисляем последние одни которым которым мы хотим делать запрос делать запрос делать запрос так и вот на последний элемент я поправил попсором и взял я просто вот как конкретного на этот элемент вот на это вот прямо вот на это не на всю строчку именно вот на это то есть я вешал события вешал события вот запускаю функцию так вот повесил события пункцию load и что происходит то есть я создаю объект с помощью которого я осуществляю запрос вот это вот кстати вот сперва send а потом мой сперва одно это потом сэн вроде как наоборот должно быть но короче я не помню из-за чего но где-то я видел что сперва описывайте а вот а потом сэнд так здесь что и я просто паршу ответ просто паршу ответ если в ответ что ну что то есть я значит создаю объект наполняю его и добавляю и добавляю после того как я добавил я пересчитываю вот этот ары пересчитываю вот этот ласт и вешаю на последний ласт со события а с того с того ласта на котором было события я снимаю сразу сразу после того как я отправлю запрос сразу после того как я отправлю запрос в принципе можно было снимать события позже но я решил вот таким вот образом сделать в принципе можно еще описать он эра он аборт и так далее но это уже по вашему желанию пожалуй 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 на этом хватит в следующий раз поговорим о погенации изучайте спринг текстael у у у есть